привет друзья сегодня у нас в гостях специально для настоящих и будущих любителей полосок очередная полосатость очень красивая полосатость и что же это за аквариумная рыбка то такая а это анастомос обыкновенный вот прям оскорбление какое-то по мне так он не обыкновенный рыбка не сильно сложна в содержании и имеет некоторые интересности например они оригинально плавают и могут издавать звуки вы говорите обыкновенный ну что ж гость представлен и теперь давайте перейдем к более близкому знакомству с этой рыбкой узнаем откуда она к нам приплыла как ее правильно содержать в аквариуме чем кормить и можно ли разводить и есть ли какие-нибудь во всех этих вопросах особенности и не забудьте после просмотра ролика написать в комментариях понравилась ли вам эта рыбка поехали начнем с того что исследователи обнаружили анастомоса довольно давно 1758 году в южной америке в аквариумы европы рыбка попала гораздо позже в 1924 году и с тех пор прижилась как я уже сказал родом анастомос из южной америки встречается практически по всему континенту но больше всего этих рыбасов в пресноводных водоемах венесуэлы живет в природе в основном стайками плавающими на быстром течении среди крупных камней и около зарослей растений в застойных заводях встречается не так часто в природе анастомос питается водорослевыми обрастаниями и мелкими беспозвоночными все эти вкусняшки рыбка соскабливает с камней коряк жестких листьев растений с родиной рыбки все понятно а как же выглядит наш анастомос тело вытянутое мордочка острая она очень полезна чтобы совать ее в различные щели между камнями для добычи корма окрас это продольные полоски черные и золотые плавнички красные стоит помнить о том что молодые рыбки не так четко окрашены как взрослые молодежь более бледная имейте это в виду при покупке размером рыбки довольно большие в природе могут вырасти до 20 сантиметров в аквариуме обычно мельче до 15 а прожить анастому сможет около 8 лет это конечно же сильно зависит от условий содержания самцы от самок отличаются более стройным телом и ярким окрасом самочки соответственно полнее и немного бледнее а теперь давайте поговорим про содержание анастомоса в аквариуме что же ему нужно для комфортного и более длительного существования в домашнем водоеме температура воды от 22 до 28 градусов кислотность от пяти с половиной до семи с половиной жесткость до 18 вода пресная а как же обустроить сам аквариум во первых желательно чтобы на одну рыбку приходилось около 40 литров воды необходимо установить достаточно мощный фильтр и продувку воздухом которые кроме своих основных функций должны создавать в аквариуме течение тихий водоем анастомосом не очень понравится раз в неделю нужно подменивать до 30 процентов воды на свежую попутно убирая грязь нельзя чтобы в аквариуме накапливались органические остатки анастомосы жители проточной воды и болото им вряд ли понравится грунт подходит любой но очень желательно наличие крупных плоских камней заросших водорослями с плоских камней рыбкам их проще соскабливать к тому же эти самые камни можно помещать в отдельный ярко освещенный например солнцем аквариум там они обрастут водорослями и после этого их можно как корм помещать к анастомосом взамен уже чистых кроме этого из крупных камней можно соорудить укрытия которые очень любят эти рыбки качестве укрытий также можно использовать что-то другое например гроты или коряги напихивать в аквариум много этих самых укрытий не стоит рыбкам нужно где-то плавать насчет растений все может быть сложно мягкие растения анастомосы могут и слопать тут конечно же сильно влияет рацион питания которым мы поговорим немножко позже поэтому для посадки лучше выбирать что-нибудь пожестче например и хинодорусы или анубис освещение должно быть достаточно ярким это может спровоцировать бурный рост водорослей но для анастомосов это самое то ну а теперь поговорим про поведение наших рыбасов содержать их можно как в одиночку так и в группе если позволяет конечно же объем аквариум держится рыбка в основном в нижних и средних слоях воды любит прятаться без укрытий может чувствовать себя некомфортно плавает анастомос почти всегда вниз головой под углом около 45 градусов это в спокойном состоянии если он напуган то быстро переходит в горизонтальное положение и прячется рыбка может создавать звуки похожие на щелчки почему она стомос это делает точно неизвестно часто это происходит во время стресса и возможно звуки необходимы для отпугивания врагов по отношению друг другу рыбки ведут себя по-разному и если в аквариуме тесно то они могут и передраться видимо проявляется конкуренция за плантацию водорослей другим же схожим по размерам рыба сама не обычно относятся спокойно а теперь поговорим про рацион это очень важно кормить рыбок нужно как растительными так и животными кормами растительных процентов 60 животных 40 из кормов растительного происхождения отлично подходят сухие корма с растительными добавками корм может быть в виде хлопьев или гранул лучше чтобы он медленно тонул со дна корм этим рыбкам брать не очень удобно из-за особенностей строения рта также можно скармливать огурцы листья салат шпината и одуванчиков про камни заросшие водорослями я уже говорил из живых кормов можно кормить трубочником мотылем артемиями дафними другой живностью главное не забывайте про растительный корм он у анастомасов все же на первом месте кормить их можно один или два раза в день взрослых реже а молодых чаще они все-таки растут и соответственно кормежки им надо побольше вот и пришла очередь поговорить про разведение анастомасов аквариуме а это не так просто как хотелось бы тем более что точных данных по разведению к сожалению нет и для нереста им необходимо колоть гормональные препараты а это не каждый осилит ну а теперь общие сведения об этом самом разведении начнем с того что рыбки начинает нереститься в возрасте полутора-двух лет температура воды около двадцати восьми градусов течение сильная мощная продувка воздухом от одной самочки бывает около 600 икринок через пару суток появляются личинки еще через два-три дня они поплывут искать корм кормежка мелкая живая пыль и инфузории очень надеюсь что вы осилите их разведение на радость другим аквариумистом ну и поделитесь информацией с другими любителями в комментариях к этому видео здоровья вам и вашим питомцам пока